здравствуйте ребята продолжаем снимать обзоры найду напитки и спортивное питание и вновь у нас фарш из говядины уже много фирм сняли очень много и сегодня поговорим о фарше избили как-то раз я брал его не помню уже вроде неплохой был и вот решил я снять еще раз ценник у него примерно как у мироторговского фарша стоит 170-180 рублей вот что примечательно изготовитель у нас лук sd изготовлена лук sd по заказу билла насчет лук sd могу сказать что на вкус вилле сейчас производитель фарша последний год кросс вот до этого стал лук sd и вот по отзывам мечтал что очень много было негативных хотя на кросс тоже огонь это кросс мне нравится это надо смотреть по существу а вот так вот лоточек стандартный 400 у нас грамм срок годности 7 суток а вот изготовлен потушки фарш из говядины а в состав у нас ходит говядина консерванты е3 27 262 и 223 соль 3-галек солодности 300 по белкам жирным углеводам в принципе неплохо 16 грамм белка и 20 грамм жира но это не более 20 не менее 16 в общем нормально 244 килокалории вот то что здесь консерванты указан но предыдущий наказался честным потому что другие явно тоже добавляют это просто не указывает традиционно традиционно добавим только немножечко масла а вот и соль перчик то есть не будем добавлять каких-то приправ чтобы вкус получился наиболее адекватно давайте посмотрим ничего я жирновато да по запаху запах вроде хорошая мясом отдает свежая да вот здесь чуть-чуть какие-то черные непонятные места давайте романтики черное мясо под черное смотреть это уже мне не нравится видите да видно хорошо на камеру за черное мясо какое-то снизу вот кстати била мне в принципе все продукты нравятся у них ну вот насчет черного мяса и мне попадалось не раз это такая говядина и по отзывам я видел смысл в чем смотрите покупаете упаковочку да сверху на красная красная хорошая вот а снизу она черная и вонючая такое было у меня лично пару раз и видео я отзывы такие ну в чем-то пахнет он конечно вкусно но что-то если покопаться вы знаете какие-то черные непонятные кусочки встречаются ну ладно так как я говорю смотреть традиционно просто перчиком и немножко подсолим ну и все чтобы объективный вкус был теперь это все дело перемешаем и готовим увидимся на дегустации поехали и так ребята как отметил отметить что при жарке запах очень вкусный а вот тут мясо не вонючая приятный запах мяса чувствуются и опять разгуливается на несколько минут и будет готово приступаем и так вот мы на дегустации уже походе приятный посмотреть это продукту бы и вот а лука ст Мягкий фаш, помягче, чем кроссовский, мягкий и запах приятный. Кросс, более жесткий такой же лист, мне нравится, очень вкусный фарш, причем, заметьте, то есть, конечно, можно практически любить фарш, нафигарить специи, настоялась, чтобы их, в принципе, будет неплохой. Для эксперимента мы ничего лишнего не добавляли, вот и получается оригинальный вкус фарша. Реально, я, конечно, мало его ем, но очень удивлен, очень не ожидал, что будет такой вкусный и приятный, собственно, во рту, от него щели. Очень мягенький, вроде без жилок, без косточек. Ребята, одно удовольствие, пока я доволен, давайте пойдем его с гарниром, и я скажу финальный вариант, поехали. Итак, ребята, в общем, первое впечатление было очень приятно, посмотрим, как оно зайдет с гарниром. Очень вкусно. И повторюсь, что мне было добавлено различных специй и соусов, естественно, если данный фарш что-то добавить, вкусно сделать, будет вообще конфетка. Очень удивился, я, честно говоря, впечатления были не очень позитивные, как только младше распаковывать это дело. Думал, будет невкусно, консистенция, думаю, будет не очень. Консистенция просто очень крутая, не жиристая, такая вкусная и при этом не жирная. Мираторг, например, тоже очень вкусный, но он очень жирный. Этот не жирный. Лук СД. Жаль, конечно, что вкус Вилл прекратили с ним сотрудничество, но, к счастью, в Билли можно брать. Если сравнивать с КРОСД, который я ел год, это на мой выпуске неприятнее, так скажем. Ну что ж, ребят, готов подвести итог. Данный фарш получает 5 баллов из 5. По всем параметрам мне очень понравился. Начнем с первого, это цена. Примерно 70-80 рублей, это недорого, за 400 грамм фарша нормальная цена. Второй важный критерий, это калорийность. Например, Мираторг тоже стоит примерно 180-200, но он очень жирный. Там, по-моему, 12 грамм белка и 35 грамм жира. Здесь 16 грамм белка, 20 грамм жира, 244 килокалории. Это очень хорошо. Ну и сам по вкусу, вот мы видим, он не жирный, легкий. А затем очень удивительная глядина, очень мягкий сорт. Не жиристый, ничего, то есть очень крутой. Ну и, конечно же, очень приятный запах мяса, вот, ну и отлично на вкус. Поэтому в совокупности 5 баллов из 5, очень отличный фарш. Обязательно его еще возьму и поем, что-то по себе приготовлю. Вот, и выберите, не пожалейте. Лук СД в белье. А мы увидимся в следующих обзорах. До новых встреч!